КОНКУРС Все показывает, как эволюционирует сама идея инклюзии в российском образовании. Сегодня на этом конкурсе в жюри сидят не только профессора или люди, имеющие ученые степени, сидят родители. Сидят те люди, которые на самом деле оценивают инклюзивную школу или инклюзивный детский сад. В этом году 63 региона Российской Федерации выставили своих участников на финальный этап конкурса. Ждем большого опыта, потому что именно с этим вузом мы были знакомы заочно, через вебинары. То есть старались максимально брать именно информацию оттуда. Но мы очень рады, что даже в очном формате мы не только будем защищать опыт нашего региона, но и плюс ко всему получим большое количество обучающих именно семинаров и мастер-классов данного института. Мы много лет занимаемся уже проблемой инклюзии. Мы неоднократно становились победителями регионального конкурса. Но в Москве мы оказались впервые, поэтому хотели бы сказать огромное спасибо членам жюри за то, что так высоко нас оценили. И, конечно, самое главное, нам бы хотелось сегодня послушать своих коллег, посмотреть. И мы уверены, что встреча наша такая продолжительная, нас обогатит. Мы представим опыт работы нашей дошкольной организации по созданию условий для инклюзивной практики в детском саду. И, наверное, самая важная и главная изюминка, что образовательная среда, созданная в детском саду, имеет необычное архитектурное пространство. Это модульное расположение различных центров, где дети и с нормой развития, и с ограниченными возможностями здоровья очень хорошо общаются, налаживают свои отношения, тем самым социализируются в нашей жизни. Мы очень надеемся на то, что все участники, которые вышли на уровень всероссийского этапа, и, конечно, особенно те 20, которые вышли в финал, будут учиться друг у друга, потому что это уже лучшие школы России. Если мы будем учиться друг у друга, будем внимательно относиться к чужому успешному и неуспешному опыту, мы действительно сделаем инклюзию в нашей стране настоящей, живой, той, которая отвечает на потребность любого ребенка в любом детском саду и в любой школе страны.